Уступки команде ЕГЭ и очень злые сейчас ЕГЭ, очень злые, ну и я думаю будет сейчас рвать и метать. Напомним, что у команды ЕГЭ уже три матча сыграно у нас в рамках StarLadder. В первом туре команда ЕГЭ выиграла шикарный матч против CLG, мы его помним. Во втором туре они выиграли у So What You Can. Ну и в третьем туре ЕГЭ победили в матче против команды Maus. МТВ же, МТВ у нас сыграли пока только один матч. Вы помните, как они выиграли в первом туре у Дареров свой матч второго тура, в котором они должны встретиться с Кейта. Они перенесли на 23 мая, собственно Кейта перенесла и матч третьего тура, в котором они должны встретиться с ДТС, будет сыграть 24 мая. Так что МТВ пока одна игра, одна победа у парней из ЕГЭ, у парней из ЕГЭ все получше, так сказать. Это раунд 4, ну и, ой, извините, это забыл я тут сделать вот так. Напомню еще раз, это четвертый раунд StarLadder. Сейчас будет нереально просто интересно, это я вам обещаю. Сейчас будет веселый чат, это 100%, можете не сомневаться, ну и, может быть, очень-очень веселая игра. На параллельном стриме еще раз вам напоминаю, что прямо сейчас идет игра Na'Vi против CLG. Мы с вами смотрим ЕГЭ против МТВ, ну и после игры Na'Vi CLG, Каспер на канале Twitch.tv StarLadder 1 для вас покажет матч Moscow 5 против Keta Gaming. Эта игра там начнется очень-очень скоро, то есть, ну вот, после игры Na'Vi. Так что следите, следите за тем, что там происходит. Я думаю, там много чего интересного происходит. Так, извините, я тут просто, миллиард человек меня тут отвлекает и так далее. Ладно, всем напоминаю еще раз, что мы общаемся с вами в чате на Twitch'е. Twitch.tv slash StarLadder 5, резервный наш дотаканал. В этом сезоне почаще вы этот канал будете видеть активным. На него, ой, Ликантропа отдали ЕГЭ, интересно. Так вот, этот канал пятый будет поактивнее. Здесь будут нас параллельные стримы наблюдать. Параллельные стримы будут вести разнообразные комментаторы. Думаю, почаще у нас в эфире начнет появляться Матрикс, который сейчас, так сказать, на летние каникулы приехал в Украину из Казахстана. Будет он помогать нам со вторым сезоном StarLadder в отсутствие Каспера, который будет на БЛЦ. Ну и также будем мы привлекать еще кое-каких комментаторов, каких именно вы узнаете, немножко попозже. Так что можете внести себе в закладочки канал StarLadder 5. Напомню еще раз, этот канал будет работать с Дотой. Так вы знаете, что первый канал у нас это Мейн Дота, второй канал это у нас Пойнт Бланк, третий канал Танки, четвертый БЛЦ. Ну и на пятом у нас будет такой себе второй канал Доты. Нет, Версуту привлекать на StarLadder мы не будем. Будем мы привлекать, опять-таки, Юру Страйка, бывшего профессионала, бронзового призера World Cyber Games по Counter-Strike, который практически уже полгода комментирует первую Доту у нас на Киберарене. Понемножечку будем, так сказать, подпускать Юрия к матчам Pro-серии. Опять-таки, нужны нам ваши рекомендации и так далее. Например, мне очень нравится, как комментирует Юра Доту. Ну, я думаю, вы тоже на следующей неделе уже услышите Страйка в эфире. Практически, так сказать, полгода мы его не выпускали к вам. Полгода он у нас комментировал студенческие лиги и так далее в Киеве, в Киберспорт-арене на большом экране и в интернет по первой Доте. И вот скоро, я надеюсь, вы его услышите в матчах также Pro-лиги и StarLadder TV. Это однозначно. Ну и плюс Матрикс мы тоже будем почаще слышать у нас на Старладере. Ну, конечно, без меня и Каспера ничего не будет. Итак, мы наблюдаем за банными пиками. Чен, Фурион, Энчантрес у нас забанен. И просто забанил демона вот таких вот всех пуш-героев. Дарксир, Бруда и Бланар улетают в бан от команды МТВ. Ну и Ликантроп лишь Ракшейкер. В то время Operation, Инвокер и Виновансер. Что, я не знаю, Дота запущена ли у меня с консолью. Поэтому мы можем проверить пинги. Ну и вы видите, что 93, 100, 120, 125 у команды МТВ. А тут 225, 213, 260, 254. В два раза больше пик. Да, нечестно. Да, очень нечестно по отношению к ЕГЭ. Но забыли мы, грубо говоря, изменить правила, что в случае с командами ЕГЭ, АЛ. Вот ЕГЭ именно, когда они были по домам, они, в принципе, были ок с игрой на Европе. Сейчас они все на западном побережье США. И нереально им играть просто на Европе. Так вот, с командами АЛ и ЕГЭ. У нас в правилах будут игры на US East, а с командами South You Can и Next KZ обязательно на Европе. Потому что, ну, на других серверах этим командам абсолютно не играбельно. Скажем так. Эх. Допиваю я пока свой кофеек, который уже остыл. Так, кофеек я сделал еще перед началом первого матча. Уже обшел третий. Вейс и Страйка давай. Кстати, Коля Вейс тоже неплохо разбирается в доте. Но он у нас занят другими делами. И документирование ему. А вот, Юра Страйк. Хорошо. В это дело влился, так сказать. Так, Венгай Квапо банит демон последним. Виндранер, четвертый пик от команды Mortal Teamwork. Чем же ответят его учению? Застыкают битвы. МТВ против ЕГЭ, да? Две организации мощнейших. Вела, ты времена им стримишь с Касперем? Скажи, почему у него такой негатив к Нави? Хм. Если честно, я не замечал негатива у Каспера к Нави. Я затрудняюсь ответить на этот вопрос. Потому что, как-то, вот, ну, не знаю, с чего вы взяли, собственно. Почему... Почему вы решили, что у Каспера есть какое-то, ну, негативное отношение или негатив к команде Natswinser? Велат, канал Dota SLTV на YouTube шикарен. Так что, так, круто. Велат, когда будет хайлайт с Блэкхоллом Санты? Угу. И что же это будет? Бисмастер в мид? Верка в сложную ликантроп свои леса, лишак шейкер низ. Ну, а тут... Игпка мне больше нравится. Велат, когда будет стрим твоей драки? Я не понимаю вообще, чем вы... Какой драки? Завтра Virtus.pro дарер. Да, завтра Virtus.pro дарер. Опача! Брюмастер ласт пиком? Как так получилось, что... Брюмастер дожил до последнего пика? Оу! Интересненько! Очень интересно. Кстати, я могу сделать вот так. Я крутой пацик. Да, ВП дарер. Эпик гейм. Завтра. Завтра эта игра. Не пропустите. Мне больше нравится пик ЕГЭ. В разы. Причем я сказал в разы. Во сколько игра в ВП дарер? Ну, ребят, зайдите на Dota 2 Starlighter TV и посмотрите расписание. То есть, каждый это может сделать. Просто справа у вас матч-тикер. Щелкаете вправо. Попадаете на завтрашний день. Видите, когда играет дарер ВП. Ну что, последний матч на сегодня. Начинаем мы с вами смотреть. По крайней мере, в моем стриме. В параллельном стриме у Каспера. Еще будет одна игра. Там, напомню, Москов. 5 будут играть против Кита Гейминг. Так что, смотрите. Ну, эфир пишет. Good luck, Европа. Как вы видите. Долго спорили. Почти 45 минут. Даже 50 минут спорили между собой. Ну, эфир, вы видите, дерзит. Ну, я его понимаю. Юниверс на Виномарсере. Эфир играет на Декап. Диз играет на Парешни. В отсутствии Малки, который все еще и гуляет. Так сказать, по Америке. Скоро потянется на буткинг. Команде ЕГЭ. Демон у нас на Брюмастере. Бульба играет на Инвокере. У МТВ. Синдерайна играет на Лешраке. Фунзи играет на Бесмастере. Кебаб играет на Шейкере. Сокс на Виндранер. Факинг Мэтт на Ликантропе. Факинг Мэтт на Ликантропе. Срочным образом сбегать в туалет. Ну, кто любит лобби-доту? Все мы не любим вот эти вот споры, которые возникают, с которыми ты сталкиваешься, когда две абсолютно очень упертых команды встречаются. А упертых команд довольно много. Вот вы знаете, в быть нас еще своим менеджером команды ДТС, я очень-очень часто сталкивался с коллективами, которые ни при каких вообще условиях не хотят идти на контакт, не хотят там, грубо говоря, давать заднюю, сдавать какие-то позиции. Так что часто бывает такая тема. И вот, собственно, МТВ сейчас такие же. Не хотят. Давай прогноз на М5 Кейта. Но я думаю, вы знаете, Кейта должны выигрывать. Кейта довольно сильная команда. Мускуфайв на лане, да, но Мускуфайв сейчас в процессе подготовки, ну, я не знаю, если честно. Я ставлю на Кейта. Мне просто очень сильно понравились они сегодня. Ну, ребят, еще одна просьба. Пожалуйста, не пишите, пожалуйста, о перипетиях поединка Нави против Си Алжи. Всех, кто хочет посмотреть эту игру, сейчас ее, конечно же, смотрят. Прямо в данный момент, опять-таки, напоминаю, на канале Twitch.tv slash StarLadder1 Ну, я думаю, нет смысла тут просить у вас что-то. Вы тут спасибо еще раз супертоварищам за информацию. Десять раз повторил, что не хочу я знать результат параллельного матча, чтобы с интересом посмотреть ввод этой игры. Но я вижу, что вам абсолютно срать на то, что я прошу. Ну, ладно, хрен с ним. Ждем, пока отожмется пауза. Там у нас, если не ошибаюсь, да, fucking mad дисконектнулся из игры. И так. Бульбо пишет, что ты их проклял, Вилат. Поэтому Нави проигрывают. Ладно, поехали наблюдать за игрой. Пошла игра. Побежал, побежал. Как мне нравятся волки просто. Борода. Смотрите, какие краски. Он даже бежит так, как настоящая собака. Настоящий волк. Настолько прорисовка шикарная. У меня еще не включены дома максимальные настройки. Круто. Ну что, находят здесь волка просто. Бригада из команды ЕГЭ. Demon Fear Universe. Где здесь шейкер дает им станы. Говорит. Ой-ой-ой, ну шейкер тут зря кебаб. Потому что универс еще чуть-чуть. И он мог бы дайгером достать. Были бы довольно огромные неприятности здесь у шейкера. Ладно, покажи птичку. Да, вот она, вот она родная. Вот она. Клюет здесь семечки себе. Итак. Ну это будет это экшн трипла. Это будет это экшн трипла с драгонайтом, который будет качаться, ну, на первом левеле стан. Потом, я так понимаю, все-таки будет... А нет, он через щиток. Значит, наверное, все-таки будет пассивка. Что здесь вообще происходит? Куда они побежали? Совсем я понял, куда они сейчас побежали. Волк палит весь этот вот, всю эту дискотеку. Ну, триген нашел Фир, и ему сразу его сбили. Ну, пока у ЕГ интересные такие перемещения по карте. Посмотрим, что будет дальше. Сокс. Сокс будет внизу у нас стоять. Вместе с ним будет Кебаб пытаться помогать ему пулить и так далее. Будет стоять он против Фира и Абдеиза. И универса здесь. Вот, наконец-то, универс убивает Вард. Не понимаю, что так долго они стояли. Вот, Вард падает, 29 секунда, 30 появляются. Крипы, а здесь они не появляются почему-то. Потому что этот Вард закрывает этот спаун. И беда. Ну что, и выход вниз. Выход вниз будет, неужели, сразу? Я думаю, вряд ли сразу. У Сокса Виндран на первом левеле. Шекер стоит далеко. Тут убить практически не представляется, возможно, без второго левела Драгоннайта. Поэтому нападать сейчас не будут. В миде у нас Синдорен будет стоять против Демона. Факинг Мэтт. Вот это интереснейшее решение. Факинг Мэтт в чужих лесах. Потому что, вы знаете, вот тут Юниверс с БДИЗом пытались здесь кого-то найти. Как-то увидите, как-то сюда забежать. Но Факинг Мэтт будет в чужих лесах Ликантропом. Фантастика. Бульба против Фунзи. Ну тут, в принципе, Бульба должен его гонять. Я обращаю внимание на пинг. Хоть немножечко пытаться погонять там с левелом. Мы видим, что через Санстрайк он играет пока. Ну, я думаю, Бульба не стоит объяснять, как это делать. Да. С пингом тяжело. Вот мы уже это замечаем. Потому что 5-3 на 3-0. Демон 3-2. Синдорен 4-2. Ну и снизу тут, ну да, снизу тут должно быть получше. 4-1 эфира. Все-таки стоит Трипла против Даблы. Но не забываем мы про Ликантропа. Потому что Банны Халлоу это Банны Халлоу. И это пренеприятнейшая хрень такая в Доте. С которой надо считаться. Ну, тут Бульба. Главное, слишком далеко им не заходить. Есть подозрение, что не знают ЕГЭ, где находится Фокинг Мэтт. То есть, ну, Бульба точно не знает, что здесь находится сейчас Ликантропа. Потому что он бы так далеко не бежал. Хотя, мы видим, что здесь спаун закрыт. Здесь спаун закрыт. Ну и ни разу он не пробегал. Поэтому, может быть, как-то и догадывается. Юниверс. Куда пошел? А, он пошел забирать за собой крипов. Здесь Кебаб уже спрятался. С ним пошел БДИС. Да, Юниверс просто пошел забирать за собой крипов. Через дальний. Все правильно. Все очень четко здесь сделано. Ну и будет тут пушиться линия. Будет активно пушиться линия команда Evil Geniuses. Пришел ДИС. Да, видели здесь МТВ. Куда ходил собственно Юниверс. Видит сейчас. Все прекрасно понимает. И понимает, что сейчас надо будет под крипами что-то решать. Ну да, есть Шейкер. Но у Шейкера все-таки монопол не настолько большой, чтобы с танами отбрасываться по полной. А вот что это даст команде ЕГЭ? Ну вообще-то практически ничего это не даст команде ЕГЭ сейчас. Ну то, что да, Тавер оббивает намного быстрее, чем здесь бьет один Фир. Это конечно круто. И в итоге Драка тянется где-то сюда. Шейкеру придется стоять немножко подальше. Третья минута игры пошла. Третья минута игры пошла. Ну тишина и спокойствие у нас пока на карте. Вот видите, маяки пошли. Там он. Пацаны, он скорее всего там. Ну вот если Юниверс сейчас с Инвизом туда пойдет, а Варда здесь нет, не видят сейчас МТВ, что Инвиз может быть у команды ЕГЭ. И вот если Юниверс заберет Инвиз и пойдет в чужие леса, да, вот маяки летят. Нет, это Ликантроп маякует. Это Ликантроп маякует. Тут непонятно, что за маяки кидает. Этот Вард, понятное дело, не видит, что здесь происходит. Ну, как четко написал, я 74 зато 60-й левел в Диабле. Я так понимаю, что Na'Vi проиграли. И там игра уже закончилась, да? Потому что много народу уже пишут. Так что бог с ним. Вилон тебе сейчас будет писать Каспер. Пишу я, что мне пишет Каспер. Да, Каспер спрашивает, не хочу ли я покомментировать М5 Кейта. А я ему говорю, что не могу и комментировать М5 Кейта, потому что... Потому что, потому что мы в игре, блин. Ну что, затягивается у нас почему-то пауза. Не знаю почему. Что-то очень долго идет. То есть процесс. Да, поздравляем команду E-Home с инвайтом на International. В итоге у нас уже 7 команд. Имеется только одна из Европы. Absolute Legends, Deka, Orange, E-Home, IG и Complexity. 7 команд уже на International. Ну и скоро, я думаю, дело дойдет и до... Как раз пишет Кебаб, что я тоже хочу Тонг-фу. И просто следующий LGD. Ну, трололо, конечно. Так далее. Так, почему не стримят М5? Я не знаю. Субтитры сделал DimaTorzok. Да, видимо... Видимо, 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 видимо. Видимо, что-то там не так у Каспера. И не может он комментировать сейчас. Эту игру... Эту игру... Так, что проиграется игра. Мы в нее вернемся так вот. Так. Аааа! Что у меня с мышкой? Вот, все нормально. Так, я тут пока параллельно M5 занимаюсь. Потому что Каспер где-то пропал без вести. Да, Каспер просто ушел в оффлайн. Сразу после игры Na'Vi 2. Ой, эээ... Ну, и... Видимо, ребятка... Так, на Синдерайна в виде нападают. И хорошо, вовремя, вовремя. Как хорошо реагирует здесь Кейбаб. Синдерайна еще и на развороте. И универсу, смотри, как понапрягал. Ну, тут да. Демон его, конечно, отгоняет отсюда. Все, кажись, порешали мы вопрос. Параллельная игра начнется прямо сейчас. Ну, и, к сожалению, мы ее увидеть сможем только в записи. Потому что прямого эфира нету. Ну, и понятное дело, что... Не могу я раздвоиться на два матча. И посмотреть один и второй. Вместе с вами. Так что... Очень жаль. Ну, ладно. Так, на топе. На топе у нас Бульба. 17 уже на 5. Фунзи здесь. 18 на 6. Ровненько, в принципе, стоят. Демон. 13 на 4. Так, на демона нападает Синдерайну. Тут, в принципе, Брюмастеру как-то пофигу. Синдерайна 18 на 8. Хорошо, тоже стоит линию. А здесь... Меня интересует, что у Фира. 22,7. Хорошо. Очень даже хорошо. Фир. Я бы сказал, шикарно у Фира все. Кебаб. Сокс. И рядом... Бежит Синдерайна на хосте. Ой, какая сейчас будет разборка. Почти закрылки БАД. Здесь Юниверса. Ну, если бы... Ну, да, увидели здесь. Здесь под Вардом пробежал Синдерайна. Увидели это ЕГЭ. В итоге экшен не пошел. Да, было бы действительно очень круто. Если бы забрали. Если бы мне... Ну, в любом случае, было бы ФБ. Пока не проявляют активности особо Юниверс и БДИ вместе с Фиром. Вот это вот очень интересно. Потому что у Фира уже как бы имеется второй Брестфайер. Он, видимо, идет первым айтемом в Вангвард. Ну, блин. Интересненько, что там произойдет. Надо, надо нападать сейчас на Сокса. Хоть как-то надо нападать. Ну, понятное дело, что они знают, что здесь Кебаб. И как бы все атаки будут заканчиваться нехорошо. Но, ребят. Ну, фокинг Мэтт, то фарми, то... У него же 100 долларов. Все заходит. Юниверс вместе с БДИ. Это попытка ФП. Сокс зажимает сам себя. И уходит на Виндранин. Да, но... Но вот не очень. Вот это вот было очень не очень. Скажем так. Так, это было очень-очень не очень. Так, Фунзи Бульба. По поводу параллельной игры. Пока она не началась. Сейчас ребята между собой решают. Moscow 5. Moscow 5. Пурж, что? Будет стримить Moscow 5 Пурж? Пурж, насколько я понимаю, да? Ну, это очень хорошо, если... Да ладно. Вот я пока тут задрала. Снизу опять пытается цепануть. Там демон делает ФБ в миде через ультимейт. Фира связали. На него нападает фокинг Мэтт в ульте. Фира пытает... Надо его как-то засейвить у Фира. Стан 2 секунды. Ну и будет ли стан? Нет. Прошивает его здесь. Сокс. Забирает. Да, все-таки Moscow 5 будет на стриме Пуржа. Я очень-очень рад. Так что, ребят, если вам интересно, переключайтесь на нашего англоязычного партнера. Гаганет Пурж. Напомню, у тебя опять-таки на Гусу Геймерс. Он комментирует. Так что, наблюдайте за этой игрой. Я пока тут пытался решить вопрос, как раз, с параллельным стримом. Пропустил, блин, ФБ в миде. Как раз by Demon. Nice in the Rain. Да, там тоже должна быть очень интересная игра. Я в этом уверен. Все-таки М5 там поинтереснее. Опять-таки, twitch.tv slash ggnetpurge. Пурж, да, хороший, в принципе, комментатор. Так что, кто болеет за М5, всем советую уходить как раз на стрим. А сейчас игры Moscow 5 против Хита. Ну, а мы продолжаем наблюдать. 2-1 в пользу команды Mortal Teamwork. Ликантроп становится все толще и толще. Он уже перебрал свои леса. Ему уже сейчас не помеха никто. Владмирс уже должен быть скоро у него готов. Видим, есть тапок, есть базилка, есть Ring of Regen. Да, до Владмирса осталось буквально чуть-чуть. Лишрак 0.1, 032, 10, Cryptstat. Фунзи, фунзи 32, 9, демон. 34, 5, демон без ульта и знает об этом сейчас МТВ. Можно нападать, но у демона есть суппорт в виде Universal. Суппорт, конечно, не лучший, но такой. Будет веселиться с М5 наступе этим из про-серии? Ну, ребят, я опять-таки сказал свой прогноз. Я думаю, что Кейта очень сильная команда, и М5 будет нереально тяжело у них выиграть. Поэтому я бы, может быть, даже поставил свои тангусики на Кейта Гейминг. Я смотрел сегодня за игрой Кейта против СГЦ, и, вы знаете, Волл Итер 15-0. То есть... Not so fast, говорит демон. Было зачем посмотреть. Итак, Бульба. Бульба 1800 уже на инвокере 7-й левел. Cold Snap for Spirit пока. Просто со Spirit ему легче немножечко формить линию. Он пока пушить не собирается. Так и пошел заход. Фунзи и Факинг Мэтт заходят сюда. Но здесь Фир красавчик. Как же читает игру Фир? Как же читает игру Фир? Понимает он, что где-то здесь. И вот выбегают Волки. И понимает. Вот выбегает Факинг Мэтт. Как же четко-то отошел его время Фир. Но это будет размен Таварами. Потому что здесь БДС Булба. Нет, БДС Булба здесь не успеет. Конечно, забрать абсолютно никак. Через 4-й экзорт играет здесь. Так, что здесь демон. Зачем сюда пришел демон? Абсолютно непонятно. Вбегает сюда Факинг Мэтт. Демон. Демона есть ультимейт. Ультует демон. Пошла такая драка здесь интересная. Фира зажали. Фир должен убивать Кебаба. Кебаб зажался в лесах. Здесь Тавар падает. Здесь БДС. Да, Кебаб умирает. Здесь разборка в две стороны. Пошла Фунзи. Убегает, залетает от него кирпич. Шекер умер. И Фунзи неужели тоже умрет? Ну а где же демон? Нет, все-таки не догонит на фейзах. Фунзи должен уходить в живых демон. Надо делать бэк демону. Тут погонится Факинг Мэтта. Юниверс. Через 10 секундагер. Демон убивает снизу. Фантастика. Минус 3 делают ЕГЭ. 2-1 проигрывали. Стало 24. Вот так-то. Вот так-то поймали. Всех по чуть-чуть переловили. ЕГЭ. Поубивали. Как же Фир прочитал здесь игру, останавливаясь здесь. Демон. Как только у него закончился кулдаун. Ультимейт забежал. Пошел драться. Ну и... Все хорошо у ЕГЭ. 11 минута пошла. Есть банка. Есть фейсбуцы. Есть щиток у демона. 900 голды. Фунзи у нас с медальоном. С банкой. И с тапком. На топе. Бульбазавр. Бульба, бульба, бульба. Что-то себе несет. Что же себе несет бульба? Это форстаф и рецепт на мажикон. У него есть уже форстаф. Здесь ульт залетает. И сюда же сонстрайк. Фунзи связали. Связал хорошо. Здесь сонстрайк. Говорю, Фунзи связали. Демон дает, делает киллы. Демон уйдет. Демон идет на фейсах. Нет, его догоняет здесь вард. Демон пытается прятаться. Отбивается. Демон выживает. Кебаб. 2 секунды. 1 секунда. Кебаб. Неужели демон выживет? Неужели демон выживет? Демон пытается прятаться. Демон все-таки убивает его Сокс. Это фантастика. Как долго здесь демон убегал. Мог остаться. Мог остаться в живых. Но все-таки догнали его там Убили, да, классный был момент С демоном бегал, бегал он Долго, но все-таки Далеко не убежишь Тауэр на топе забирает Фокин Мэтт, это будет вторая вышка для команды Мортал Тимворк Да, забирает просто Еликантроп Никто не полетел даже Мешать ему, ну и в миде Надо что-то делать, просто ультаппарат Но одним ультовым аппаратом ты особо не отдэфишь Синдерен, мы понимаем, что здесь третьи диаполики Связали бы Диза, нет Стан, Синдерен попадает тоже Станом, ну бдиз, неужели умрет? Лол, Синдерен, одна тычка Оло-ло-ло-ло-лоша Синдеренишка Побоялся здесь Тролльс пойти Сделать последнюю тычку Мда, могли убивать, могли убивать Могли зарабатывать свой четвертый фраг Здесь парни с командой Мортал Тимворк Ладно, давайте посмотрим денежку Мы увидим, что по деньгам преимущество У МТВ, ну конечно, два тавра убитых Около двух тысяч, но по XP Немножко впереди ЕГЭ Вообще игра очень ровная Давайте посмотрим, кто сколько нафармил 400 Синдерен, 3300 Фунзи, 3900 Сокс, 5000 Факинг Мэтт 1900 Кебаб У команды ЕГЭ, вот более-менее ровно у троих Тут 3800 Демон, 3600 Фир, 3900 Бульба Да и собственно, универс, конечно, немножко отстают Ну, в три тавра преимущество есть у парней из МТВ Ну, это понятно У них имеется Ликонтроп Ну, того же Бульба, Даликонтроп уже не убьет Ну, что, имеется Форстаф Ну, а дальше там Кулдснеп и так далее Ну, так же, как и Демона Вряд ли, Демона скоро будет вообще второй ультимейт Ну, и вот 1100 голды, 1200 Сейчас купит все еще Пойнт Бустер Станет еще плотнее Так что здесь ловят Ух, почти ловят универса И знает сейчас ЕГЭ, где находится враг Соксшка, Соксшка Фармит здесь Соксшка ЕГЭ, Двир Побежал Санстрайк, да ладно? Ну, вот хоста у Сокса Это очень неприятно, что не досмотрели это ЕГЭ Вот именно вот из-за этих хосты уходит здесь Сокс Санстрайк-то, кстати, там должен бить уже больно Где товарищ Бульбазавр? Да, на 287 пур дэмэджа бьет у нас Санстрайк Ну, вы знаете, это очень-очень больно Такого бы не было Так, Фокинг Мэд вгрызается в Юниверса Ну и ничего, тут Юниверсу не поможет Пытается он монсовать между товарами Нужно ставить вард сюда и закрывать себя Не туда ставит вард Юниверс Дает даггер и Слоу здесь Неужели Фокинг Мэд не сможет убить? Феномайзер ультует Все-таки убивает он Все-таки убивает он Юниверса Ну как же монсовал-то Вином? Ух Так Ульт-центр в Сюндерена Панда ультует Кого? Фунзи будет цеплять или кого? Или Сюндеренушка? Нет, цепляет Сокса Сокс не успел Виндран Ну Сокса Виндран на кулдауне Так, демон, надо бежать назад И понимает, это демон, что надо бежать назад Будет Хабела Демон Ты что? А, он там фуловый Он там фуловый, но все равно он умрет Он остается один Сейчас демон ультует Закрывает демона, да Но тут Тут, конечно, затупил Джимихо 5-6 Идран на килинг сприм Санстрайк Ой, 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 ой Как же не хватило чуть-чуть буквально И здесь в ульбазавру для того, чтобы убить Итак, 15-ая минута игры Счет 6-5 Так, продолжаем наблюдать. Факинг Мэтт. О, горклад. Ну, вот БКБ, да, когда появится БКБ, будет, конечно, печально. Ну, тут все спрашивают, почему проиграл Na'Vi, все задаются этим вопросом. Ребята, а вам не кажется, что Na'Vi уже имеют инвайт на Интернешнл, и им нет смысла там просто из кожи вон лезть, чтобы выиграть игру регулярного сезона на Старладдере, Остальные им надо. Вам так не кажется? Что там за бабские глаза спрашивают? Ну, я же дома. Ghost Street Stream M5. Ну, так, переключайтесь, смотрите, я ничего против не имею. Я вот наблюдаю за этим матчем, он мне очень интересен. Fear, Vanguard, Solar Ring, ПТ-670 голды. Более-менее нормально. Вот демон такой. 11 левел через 2 крипа получит он. Тавр будет забрать? Нет. Ну, демон вряд ли довольно долго оттанкует, потому что, да, у него есть реген, можно здесь побаковать. Ну, такое. Опа, залетели волги. Волги. Здесь же fucking mad. 1400. Далеко ему еще. Дэнди Банша уже в горле сидит. Да, Дэндик не любит играть на этом герое. Я так понимаю, что Дэнди сегодня играл на Банше. Я, опять-таки, я матчи не видел. Я комментировал параллельно идущие игры, так что я посмотрю матчи только немного попозже на Ютубе. Так что вы меня не спрашивайте о том, как шли игры. Посмотрю на Ютубе, тогда, может быть, и скажу, почему, как, что и куда. Почему Старладер на Ви ЦЛГ еще лайв? Потому что Вилату не хватило еще времени зайти на админку Старладера и поставить счет. Вот если вы так сильно протестуете, вот прям зайду и прям вот сейчас возьму и вот поставлю все. Взял такой и поставил все. И теперь уже не лайв. Довольны? Надеюсь, все довольны. Ура, ура, ура. Да, два поражения у Na'Vi. Довольно интересно. Команда, которая не проиграла, напомню, ни одной игры в первом сезоне Старладера. Сейчас проиграли уже две. Так все, надоели вы меня задалбывать по поводу Na'Vi. Альтабы, столько пропуская интересные моменты этого матча. А здесь у нас 18-ая минута заканчивается. 6-5 в пользу команды Evil Geniuses. По деньгам, да, они проигрывают на 4,5 тысячи за счет того, что потеряли уже 4 вышки. 3 вышки, точнее, не убили. Нет, убили одну. Ну, то есть 3-1, ну, и очень хорошо в лесах нафармил товарищ Фокин Мэтт на Ликонтропе. У него вообще БКБ будет через 700 голды, и будет очень тяжело ЕГЭ в драках. Будет очень-очень-очень тяжело. Так, ну и что ждем? Что ждем? В миде фармит Синдорен. Тут тоже пацаны стоят, что ждут сейчас ЕГЭ, я не совсем понимаю. Демон побежал. Демон с блинка прыгает к Кебаба. Ульт залетает, сюда же залетает. Фанстрайк не точно, а Кебаб еще и ультанул. Демон, может, давай, демон. Лол, демон умирает, а Кебаб уходит в живых. Фокин Мэтт умер. Ух ты. Фокин Мэтт и Шейкер умер. Связал как двоих здесь. Шикарно просто связал. Сокс минус один. Толкает себя Бульба. Бульба тоже умирает. И размен 3 в 2. Синдорен делает даблкил. Погоня за Фиром. У него сейчас закончится форма. Фир отстанивается и все-таки уходит в живых. Что могу сказать про драку? Во-первых, хреновый пинг у ЕГЭ. Да. И во-вторых, если бы успел демон ультануть, они бы убили просто всех в салат. Вы видели, как они расклеили Фокин Мэда. Он не успел вообще понять, что произошло. Демон... Да, демону тоже не дали ничего сделать. Он прыгнул. Его просто моментально начали там избивать. Не дали даже продохнуть. Фиру надо, наверное, тоже что-то из разряда КБ. Так. Демон 11 левел. Ульт он в прошлой драке не профукал. Вон у него есть в запасе. Тауэр по-прежнему ЕГЭ не забрали. Ну и счет 8-8. Счет равный. Итак, наблюдаем дальше здесь. Кебабыч. Кебабыч 560 голды есть. Мэджик Вонт есть. Таа Пак. Сокс у нас. Сокс. Смотрите, Форстаф. Мека вот будет через буквально 150 голды. И это будет очень круто. Сокс, кстати, пока отыгрывает. Просто очень хорошо. 4-0-3 у него. Кебаб 0-2. 2-3 у Фокинг Мэда. У Фуинзи 0-2. 2-1 у Синдорена. Демон 3-3. Фир 0-1. 2-1 универс. Бульба 2-1. БДС 1-2. Хорошо играет и одна, и вторая команда. Ровненько. Нету каких-то там особых моментов с фидом. Нету там каких-то особых ошибок. Очень, очень спокойно чувствует себя пока на карте ЕГЭ. Это самое главное, по-моему. Для меня это было бы точно самое главное. Все тихенько, спокойненько. Так. Так. Кебаб. Фунзи в меди. Ну вот то, что экшена не хватает на карте, это да. Этот экшен сейчас нужен, наверное, больше парням из ЕГЭ. Видите, трипл спаун делает уже универс для будущего ДК. Так, на топе. На топе. Пытались поймать. Пытались поймать у нас Фокинг Мэда. Этот включил. Просто включил форму и улетел отсюда подальше. Потому что, ну, Фир, я так понимаю, свой стан успел дать. А дальше уже Бэда. Дальше уже бы не успел Демон, да. Даже после ульта дать кирпич. Потому что времени все-таки уходит довольно много на то. Ой-ой-ой, уже шесть зарядов Блудстоуна у Синдерена тем временем. Как же нафармил-то хорошо, чувак. БКБ, вот это вот сейчас вот для МТВ вообще все просто шикарно. Есть БКБ, тут Блудстоун. Ну, все как должно быть. У Сокса, Мека, Форстаф. По артефактам шикарно все. Да ладно. Форстаф у Фира. Но он понимает, да, что основная все-таки проблема для команды Эвил Джинниус. Эвил Джинниус, это именно Фокинг Мэд на Ликантропе на данный момент. И надо... Хм. А, да, я что-то говорю. Целых шесть зарядов Блудстоуна, думаю, блин. Где он уже набрал? Только что до меня в натуре дошло уже поздний вечер. Там же шесть с начала, ё-моё. Думаю, где он уже набрал шесть зарядов? Ну, окей. Ну, я имел в виду, что Блудстоун, это уже хорошо, что у него появился Блудстоун. Всё, хватит мне троллить. Велат залипает в игру. Ну. Поздний вечер, поздний вечер, поздний вечер. Так, вот товарищ Снерка Маркелл,эк wrote, пишет шикарную фразу. Практически во всех четырех группах известно по два участника. Что ты думаешь о группе Нави, ИГ, ДК, Комменты? Какая будет Гробь и Смерть? Опять-таки, ребят, повторяю, это не группы. Это просто список участников. Не тупите. Группы будут определены прямо перед стартом турнира. Это не группа, это просто список участников. Если вы хотите, их могут вам вот так вот в рядочек написать. Так что не задавайте глупых вопросов. Что с ПР? У них уже неделю лайв стоит. Что-то случилось? Я не знаю, я не в курсе делов в ПРО Лиге. Поэтому не могу вам сказать, что у нас там происходит в ПРО Ладдере. Где-то скоро скажу. Я думаю, мы скоро сделаем какую-то получасовую передачу в ПРО Ладдере. Расскажем про результаты, про текущие матчи и так далее. Может быть, даже когда-то покомментируем, что либо из ПРО Ладдера. Игры там идут, идут полным ходом. Там очень интересно. Так, в Кингмэтт на топе рядом с ним уже Бульба. Бульба, кстати, БКБ себя собирает через 900 голды. Уже оно будет. Здесь 1300. Как осторожно играют и одни, и вторые, да? То есть, во-первых, не бояться ЕГЭ давать поформить парням из МТВ. Даже учитывая, что там есть Ликантроп. Все спокойно. И вот тут тоже, видите, Юзайца Смоук под Т2 Таром, где точно нету ворда. И Кебаб с Оксом уходит с линии, на которой стоит один Фир. Причем очень далеко. Вы понимаете, насколько это все происходит осторожно? Ну вот ЕГЭ все равно пойдут искать в леса. Сейчас они увидят Сокса. Сейчас они... Ну, Сокса пробуй убей. У него Форстаф, у него Мека. Ну и надо бежать, надо бежать. Так, Демон, Демон побежал. Увидит Сокса, будет врыв сразу. Сокса он пока не видит. Здесь же БДИС. БДИС уже не в Смоуке. Демон все еще в Смоуке. Закончил за Смоуку Демона. Сокс убегает. А здесь уже план захвата бежит. Синдерэн, пока без БКБ. Видят Фунзи. Демон видит Фунзи. И прыгает на него. Сразу тут же Фир толкает себя. Санспрайк залетает. Моментально разрывает Фунзи. Моментально разрывает просто. Без шанса. Вау. Вот это классно. Просто шикарно снесли ЕГЭ. Они понимали, что дальше шансов не будет. Почему команды комплексити нету на Старладере? Потому что команда комплексити в первом сезоне играла в Про-лиге. Не смогла выйти в Старлигу. И на второй сезон они посчитали, что они слишком крутые. На Синдерэна напали. Здесь Сокс. Что творит сегодня Сокс? Минус один. Синдерэн убивает. БДИС тоже, конечно, умрет. Минус два Синдерэн. Кебаб прыгает, ультует. Вирта. Хорошо, Синдерэн забрил. Здесь санстрайком сбривает Сокс. Еще одного его подняли в ветра, но слишком поздно. И один демон уходит. Сокс фактически сейчас убил троих. Как же он срезал? Кебаб. Кебаб. Ну, тут умрет. Умрет демон. Да, у него сейчас закончится ульт, и он умрет. Ух, слишком рано. Демон. Блинкаут. Тут хорош демон, но погоня от Факинг Мэда не удалась. Но Факинг Мэд заюзал только Волков. Ульт у него был на кулдауне. Фух. Фух. Ульт аппарата и санстрайк. Вот она, комбо моей мечты. Вот он, кебаб. Только думаю, сейчас же будет санстрайк. Кебаб постоял под тавром. Больше половины хп было. Залетает ульт аппарата. Залетает санстрайк. Минус кебаб. Комбо сработало. Наконец-то 11-11. И параллельно мы видели, что Факинг Мэд забрал Рошана. Ну, это было ожидаемо, что он или поздно это сделает. Класс, конечно. 11-11. Счет смотрим деньги. Мы видим. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как же тяжело команде ЕГЭ будет выиграть эту игру. Но... Посмотрим. Диамант прыгает на Сокса. Сокс выталкивает себя. Демон погоня. Здесь сзади иллюзия демона. Ну, и... Видите, Сокс еще на развороте пытался связать. Фир толкает себя. Дает стан в форме. Санстрайк сюда влетает. Минус Сокс. Как они его достали. Он уходил как мог. И все-таки достали. Вау. Крутотенечко. Ну что, Тавер пора забирать. Да, понимает сейчас ЕГЭ, что надо забирать Тавер. А, ну, товарищ Ника Маркеллов мне пытается дальше доказывать, что это группы. Ну, окей, хорошо. Думаю, что это группы. Тогда группы сильные, мужик. Очень сильные. Очень-очень сильные. 12-1 с пользой ЕГЭ. Ну, вот хотел сказать, что с преимуществом в 12 тысяч игры выигрываются очень-очень-очень редко. И если смогут выиграть ЕГЭ, будет круто. Так, Бульба. Пока фармит леса, что у него есть снова, кстати, по айтамам. Ну, мы видим, КБшка у него имеется. Он ее ни разу не юзал. Ну, с санстрайками Бульба, конечно, санстрайк. У него максимальный левел 475 дэмэджа. Ну, и вы понимаете, что этих 475 дэмэджа, да, вот для Сокса, это, конечно, критическая штукенция, что тут у Фунзи 1400 хп. Но я не говорю уже про Кебаба, это пол хп просто с одного скилла. Не переключается в ап... Не, ну на экзорт он переключен. Че, ему понятно? Он в любой момент ожидает, что ему надо заряжать. Так, ну тут знают про квадропулспоун парней из команды МТВ. Думаю, вряд ли они вот просто так дадут зафармить Драгоннайту эту всю тему. Да, хватит, ребят, на туре в чате задавать абсолютно непонятные вопросы. Давайте все-таки посмотрим игру. Ну что, Тавр будет пытаться забрать МТВ. Бульба рядом. Сокс тоже. Бульби, может, не стоит так близко здесь быть. Кстати, сколько там форстафов? Здесь один, у Фира второй. Но у демона, понятное дело, нет. У демона Даггер. Здесь нет форстафов, универса нет. Забежал тут волк, балит всю движуху. Ну и кто первый войдет? Кто первый войдет? Смотрите, демон стоит в сторонке. Демон все-таки хочет утонуть. Побежали Некра. Полетел Хоул. Хоул под Хоулем. Прыгает демон, прыгает демон. Ультует, но все в разные стороны сберяются. Здесь БКБ от фокинг-менда. Начинает он грызть Фира. Фир просто пытается уйти. Надо пережить БКБ, пережить Некров. Здесь команде Evil Geniuses. Ну и убегать надо отсюда демону. Потому что будет беда. Сюндерен пытается с танами что-то делать. На Соксон напал. Там что происходит? Здесь все в рассыпную. Ну и все живы. Да, просто врыв произошел. А вот демон отрезанный. Ну демон блинкаут к своим. Шейкл какой! Через полкарты Фир. Фир тут встает просто моментально. Фир разбривает. Сюндерен в БКБ с таном не попал ни по кому. Но БДС едва живой. Сюндерен за ним. Какой там Шейкл вошел. Просто через... Ух. Через полкарты. Так. Волк по-прежнему за Эгисом. Третья некра у него имеется. Да. Ну вот вы видите, что... ЕГЭ показывает так классно теплое. Ну как же им тяжело играть. И все, что так долго собирал для Драгонайта. Здесь Виноманцер просто ворует. Команда ЕГЭ. Это команда МТВ. Вот сейчас просто полторы тысячи золота ушло сейчас. В карманы... Вилжиниус. Эээ... В карманы МТВ. Ну и преимущество по деньгам уже около 15 тысяч. По Экспе тоже 14... Эээ... Ну не знаю, смогут ли ЕГЭ. Смогут ли ЕГЭ. Если честно, я хочу, чтобы выиграли ЕГЭ. Они играют в заведомо неравных условиях. Они играют на... Эээ... 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 Ну что, будет тяжело. Здесь тоже есть уже первые Некра. Да, несколько пачек Некрономикона вместе с товарищем Ликантропом. Это будет очень опасная штука. Это мега опасная штука. Итак, БДС Демон. Фир. Фир без БКБ. О, как же Фиру надо БКБ. Ну вы видели только что, что если бы было БКБ, возможно он бы ушел. Но у Фира БКБ не было. И просто Лишрак его там к чертям собачьим выжих. Ну... Ладно, я просто буду банить теперь людей. Которые будут писать о том, что происходит в параллельных матчах. Ну и можете писать на здоровье. Так, и пауза от БДИЗа. Башер купил Ликантроп. Ну вот это, конечно, хороший артефакт. Должен помочь. Я уверен, что должен помочь. Ликантропу. 32-ая минута. Давайте посмотрим по деньгам. Ну увидим, что... Ой-ой-ой-ой-ой. 57 на 40-400. То есть 16700 преимущества по голде и по XP тоже 65 на 18. То есть тоже 17000 преимущества. Очень, очень много. Такие игры обычно не выигрываются. Факинг Мэтт. 17500 нафармил. 13500 сокс. 13000 ровно Синдорен. 9000 фунзи. 5800 кебаб. Тут у демона... Очень мало у демона. Очень мало денег у демона. Он нафармил меньше, чем Бестмастер. 8700 у него. Фира 11400. 11800 у Пульбы. Ну, в сумме, да, проигрывают по деньгам нереально много ЕГЭ. Ну и... Я не знаю, выиграют или нет. Я хрен его знаю. Получится ли. Ну, если честно, мне бы хотелось, чтобы ЕГЭ дали нереальную битву и все-таки перевернули эту игру. И доказали, что они могут выиграть так. На фунзи вравался демон. Просто в соло. Смотрите, как больно его не сбивает. Как больно не сбивает. Но тут будет сейв. Демон, не надо, не надо, не надо. Демон, демон. Как читает человек игру. Фонстройк. Эх, не хватило. 280 хп остается у фунзи. И буквально два удара. Даггер кубаба. Даггер кубаба. Так, fucking mad. Башер. Будет, понятное дело, собираться с этой всей фигней Abyssal Blade. Это, мне уверен, на 100%. Демон, 1800. Чего же ему не хватает, а? Ну, понятное дело, что не надо ему БКБ. Надо ему что-то другое. Да, кстати, опять-таки сюда не прилетел ультаппарата. БДС где-то там уснул. Здесь две пачки некров уже имеются. Ну, одни пока вторые, одни третьи. Но скоро будет две пачки вторых некров. Тут пока не подумают про некрономиконы. И Хекс появляется у Сокса. У Шейкера видели мы даггер. Здесь у панды ничего нового. По-прежнему фейзы. Даггер барабан. Вот смотрите, поэтому и Владмирс появляется. У ДК Форстаф. Майл Стром. Я думал, это будет БКБ. Он собрал Майл Стром. Ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло. Вот это прикол. Мека тапок у Виноманстера. Ну и тут мы видим, тоже пытается собрать Хекс Бульба. После БКБ и Форстафа Бульба. Кстати, БКБ не юзал еще ни разу. Оперейшн. Ну, понятно. Записано это все. Оперейшн нет ничего. Ну, Майл Стром. Что это за бред? Ну, тут вы пишите, что Лекан под БКБ 3-х заберет. Нет, ну, ребят, там куча Форстафов. Там Лекан под БКБ. Просто, когда включают Лекан в БКБ, все идут в рассыпную. И под БКБ он не успеет никого убить, тем более, что БКБ у него там уже... А, уже 9 секунд, а не 10, но один раз все юзал. Панда без Аганима. Но тут дело в том, что непонятно, нужен ли Аганим так сильно, потому что... Ну, в ульте не особо много делает. Ну что, будут МТВ идти или будут ждать? Нет, я думаю, они вряд ли пойдут. Я думаю, МТВ... Нет, пойдут, неужели? Да, они все здесь, Boots of Travel появились у Сюндерена. Вот они, волки, две пачки Некровы, пошла атака. Должен быть Фортификейшн. Да, есть Фортификейшн, ульт аппарата. Хорошо, кирпич, вот и... Вот и пуш остановлен. Что дальше, МТВ? Что дальше? Ух, толкает, Фокинг Мэта, поймали! Разводит на БКБ, разводит на БКБ. А здесь демон врывается, Фокинг Мэта, БКБ включил, грызет Фира. Фокинг Мэта все-таки решил грызть демона, демон. Не успел ультануть Шекер, зато успел. Фир убегает. Фир уже... Демон, если не выкупится, будет беда. Здесь могут упасть бараки. Сюндерен раскастовался, задувает его Фир. Бульба пока на дефе. Фунзи пытается ультануть. Стенку поставил здесь Бульба. Надо, надо убивать. Надо хоть что-то делать, потому что барак, если МТВ умрут, будет огромная проблема. Сейчас Сюндерен чуть-чуть не хватает. Зацепили Фунзи. Шекер снанит. Дайкер залетает от Виномайнсера. Фунзи выталкивает. Как четко играет, что наша вторая команда. Как они демону не дали просто нажать одну кнопку после блинка. Демон, 25 секунд. Не должны. Так, цепанули Сокса. Сокс подстан. Нам Санстрайк. Сокса могут убить ультаппарата. Отходит все-таки Сокс. Красавчик. Здесь с хайграунда врывается факинг Мэтт. В рассыпную все вытолкали. Минус барак один. Но только один барак. И разбежали с МТВ. Все-таки так долго не забревали один барак. У-у-у-у-у-у-у-у. Ну вот вы видите, да, что происходит. Две пары. Два волка. Четыре некрономикона. И terrible damage. Просто влетает в товара, в героев и так далее. Если бы опять у нас получается вторая драка, когда не успел ультануть демон. Блин, какие же шикарные драки мы наблюдаем-то, а. Всего 1200 человек. Но, конечно, из-за слабой проинформированности не знают, где именно смотреть. Санстрайк. Санстрайк знают. Ультаппарата знают. Ультаппарата неточный. Надо мешать. Надо мешать. И, как я это понимаю, очень жаль, что много народу не смотрит эту игру. Игра великолепная. Игра действительно просто великолепная. Ну что, тут будет на рошане дискотека. Демона почти связали. Демон же без ульта. Хиксует демона. Демон умирает. Ну лол. Ну демон. Всегда мы обсуждаем, что любит Джимми Хофи донуть в самое неподходящее время. Ну и, по-моему, вот это вот смерть, это поражение. Вот это смерть, это поражение команды ЕГЭ теперь уже 100%. Теперь они не могут драться на рошане. Они не могут делать ничего. Им надо стоять, ждать 40 с копейками секунд. За это время им снесут просто-напросто мид. А, возможно, еще и верх. Да. Как же было бы хорошо, если бы демон сейчас жил. Мы бы увидели сейчас одну шикарную драку. Но тут понятно, что драки не будет. Абсолютно никак. Ну, Бульба ставит стенку, задувает фир. А ну-то понятно, что они будут пытаться дефить, там, ворды. Ну вот, шикар еще и прыгает в двоих. БДИ заубивает моментально. Бульба в хиксе тоже умирает. Виндранер делает даблкил. Зашла просто с другой стороны. Ну и падает две стороны. Ну вот то, что я говорил. Был бы демон. Было бы, конечно, по-другому. Да. Пинг. Тут я согласен. Что Пинг действительно не дал команде ЕГЭ что-либо сделать. Ну, действительно, все-таки понимаем мы, что Пинг 300 и Пинг 100. Это две больших разницы. И поэтому не смогли показать все, что умеют ребята из команды Evil Geniuses. Фир врывается. Вот прыгает демон. Наконец-то он ультует. Тут в БКБ уже Синдерен выжигает Фира. Фир молодец с Майл Штромом. Я за него очень рад. Шикарное решение. Ну вот Пакинг Мэтт просто на тупняке будет забирать бараки. Вот ульту, ультопарейшн, оно это окей. Тут Сохс тоже на ульте, видите. Сносит последний барак. Вот демон. Закончилась ульта. Демон моментально отъезжает. Там миллиард просто демэджа в него взлетает. Ну и мега-крипы у команды. А, один барак еще есть. Ну, тут понятно, что ЕГЭ проигрывают. Но, честно ли, Си Онлайн пишет демон. И вот это самое правильное. Вот это самое правильное, что было написано сейчас за игру. Это, вот, ребят, вот так зарождаются принципиальные матчи. И матчи будут... Ох, и тут уже начинаются ответы. И матчи будут очень интересными. ЕГЭ проигрывают у команды Mortal Teamwork. Mortal Teamwork зарабатывает свою очередную победу. Ну, что вам могу сказать. ЕГЭ. Три победы. Одно поражение на Старладере. Давайте я вот прямо сейчас вам сделаю апдейт по результатам, которые у нас имеются. Субтитры сделал DimaTorzok.